доброго времени суток в этом видео покажу как я делаю страничку подсолнух для этого нам с вами понадобится продублевиненная страница фетр и кожзам зеленого цвета декоративные пуговицы ножницы зигзаг исчезающий маркер обычные ножницы иголка нитки клей кристалл прозрачный лапка открытая для аппликации понадобится также лапка для пришивания пуговиц швейная машинка и сам подсолнух как сделать такой вот подсолнух и серединку я оставлю в описании к данному видео также нам с вами понадобится выкройка листочка и стебелька стебелек я рисую сразу от руки если вы хотите чтобы у вас ножка была влево значит вы рисуете на кожзаме данный стебелек с правой стороны если вы хотите чтобы у вас стебелек был с правой стороны значит вы его рисуете с левой стороны рисую я просто беру черчок делаю закругление все это я делаю на глаз и после этого вырисовываю и стебель наш с вами прорисован теперь остается только ножницами вырезать по контуру листик же я беру вырезаю необходимую форму мне листочка и после этого приклеиваю саму выкройку скотчем к кожзаму и вырезаю по контуру после того как у меня все детали готовы я беру нашу страничку беру исчезающий маркер сам подсолнух теперь будем определять где у нас будет располагаться сам подсолнух опускаю смотрим вставляем стебелек после того как мы определить где у нас будет находиться наш подсолнух мы приподнимаем кончики и исчезающий маркером делаем отметочки с четырех сторон так как мы с вами делали стебелек также мы делаем с вами и сам листочек если у нас стебелек повернут влево значит и выкройку мы делаем нашего листочка влево если же мы делаем стебелек справа то и кончик листочка должен быть повернут вправо также вы сам вот этот вот стебелечек вырезаете на несколько миллиметров больше для того чтобы его можно было закрыть самим листочком и так мы с наметили где она с вами будет наклеен сам подсолнух после этого мы берем с вами наших челочек декоративные пуговки у нас на этой страничке будет также счет от 1 до 3 подсолнух 1 3 пчелки которые прячутся под подсолнухом и две бабочки одна бабочка будет у нас с вами видна одна будет прятана также под листочками подсолнуха теперь нам остается пришить наши декоративные пуговки на швейной машине но перед тем как мы начнем пришивать мы сделаем с вами на меточки где у нас с вами будут располагаться челки также мы вводим бабочку эту бабочку мы пришьем в самом конце после того как пришьем декоративные пуговки как пришить пуговки на швейной машине при помощи лапки для пришивания пуговиц я оставлю ссылочку в описании ниточки мы берем с вами то наших декоративных пуговиц пуговки пришиты теперь нам нужно взять с вами подсолнух и клей момент клей момент мы с вами наносим немного далее чем контур клей наносим немного чтобы он не вылез за края собираем и теперь нужно попасть на наши меточки так чтобы не задеть пуговки и теперь подержим в течение минутки и оставим на часа два-три чтобы клей схватился пока приклеивается наш цветочек мы пришьем бабочку так как мы пришивали с вами челок на страничку если у вас нет лапки для пришивания пуговиц вы можете пришить пуговки вручную подсолнух у нас приклеим пуговица решита перед тем как приклеить подсолнух необходимо пришить стебель и лист но если вы приклеили как я сначала подсолнух ничего страшного пришиваем стебель до того момента как он позволяет ваша лапка и прокладываем строчку с противоположной стороны выводим ниточки на изнаночную сторону фиксируем зажигалкой после этого супер клеем приклеиваем зеленые листочки подсолнуха под лист из кожзама зеленого цвета подложим фитр более светлого цвета и делаем прожилочки как я делаю прожилки на листе я оставлю ссылочку под видео далее берем ножницы зигзаг и обрезаем лист по краю зеленого листка из кожзама отступив от края 2-3 миллиметра вот такой вот листок у нас получился если вдруг когда вы вырезали и заметили что он что-то не нравится вы просто берете обычные ножнички или те же самыми ножницами зигзаг отправляете где вам не нравится после того как вы это сделали необходимо немного полить зажигалочкой только немножко чтобы фетр не подпалить вот такой вот листочек в итоге получается все что нам остается сделать это решить наш листочек по периметру на швейной машинке по листочку из кожзама перед тем как мы будем пришивать листочек необходимо убрать лепесточки подсолнуха использовать лапку буду для молнии так как у нас иголочка попадает в саму лапку то настройки на швейной машине будет 0 строчка посередине настройки меняем на четыре с половиной пять миллиметров длина строчки увеличиваем до 2 и 8 проверяем иголочка выпадает уже в изделии ориентируюсь я на край лапки иголочку изделия отяжение нити 3 листок решит но вот здесь вот у меня швейная машинка пропустила одну строчку что я делаю я беру выложу иголочку на лицевую сторону в одну ниточку вывожу ее на изнаночную сторону подтягивая и у нас получается что завершена строчка теперь просто завязываю узелок и фиксируем ниточку зажигалочкой убираем иголочку страничка подсолнух готова здесь мы с вами бабочка 3 пчелки и еще одна бабочка на страничке можно считать от одного до трех один подсолнух один листик один стебелек две бабочки и три пчелки внутри у нас с вами тактильные ощущения такая вот страничка подсолнух у меня получилось надеюсь моя идея вам будет полезна подписываемся на канал ставим лайки нажимаем на колокольчик так вы будете в курсе новых видео на канале творческой студии головы 84 всем творческих идей хорошее настроение до новых встреч м